Акция протеста на трассе Одесса-Киев. Жители Армашовки требуют распоевки земель и перекрывают транспортную артерию. Уничтожим амброзию вместе. Одесситы объединяются ради ликвидации живучего аллергена. Школьные педагоги в болгарских селах Одесской области, преподающие на русском языке, учат третий язык. Украинский. Со следующего года без него никак. Не задумывались, потому что для школ с национальным составом было строго определено русский язык обучения. Достопримечательность для избранных. Какая судьба ждет знаменитый сказочный тоннель на пляже Дельфин? Ведь над ним идет элитная стройка. Что из него сделать? Ресторан, лифт к морю или же запустить туристические экскурсии? Вариантов очень много. А пока скрытая красота сказочного тоннеля остается только на старых записях и в памяти одесситов. И начнем с резонанса. Взрыв прогремел в пятницу поздно вечером в Малиновском районе Одессы. В окно дома директора яхт-клуба Андрея Бондаренко кинули гранату РГД-5. В народе ее называют лимонка. Компания Бондаренко арендует причалы на Одесском морвокзале. Устройство попало в детскую комнату. Ребенку повезло. За минуту до взрыва он вышел в коридор и получил лишь легкую контузию. Впрочем, полицейские говорят, что преступник специально подождал, пока комната опустеет. Как сообщили правоохранители, целью подрывников было напугать бизнесмена. Основатели яхт-клуба уже долгие годы конфликтуют между собой. Кроме того, компания судится с администрацией морских портов Украины. Государственная структура утверждает, что фирма задолжала порту крупную сумму за аренду. Инцидент расследуют по статье «Покушение на умышленное убийство». И Одессу с прошлой субботы трясет. С тех пор, как в лагере Виктория произошел масштабный пожар, который, как выяснилось, унес жизни трех девочек, полицейские не могут усмирить горячий пыл радикалов. В Одессе активизировалось антимэрское движение, возглавило его всеукраинское объединение «Свобода». Впрочем, замечены были и люди без опознавательных знаков, но при этом явно не случайные. Итак, все началось еще в прошлую субботу, когда около полутора сотен активистов пришли и приехали под стены мэрии, требуя публичного отчета Геннадия Труханова о причинах трагедии. Разумеется, вину возложили на мэра лично и призвали именно его к ответу. Но тот протестующим не вышел, так как не был в этот момент на рабочем месте. Произошли стычки с полицией и митингующие разошлись. Но в следу история получила второе дыхание. 20 сентября была запланирована сессия Горсовета, и уж там без мэра никак. Под входом в мэрию собрались антитрухановцы и почти вдвое больше правоохранителей, сотрудников Нацгвардии, муниципальной охраны и даже батальон спецназначения МВД. Депутатская сессия стартовала, а вместе с ней и стычки на улице. Поводом для драки стало то, что ряд активистов не смогли попасть в сессионный зал, в их числе и экс-нардеп от свободы Павел Кириленко. Попытка номер один. Взять штурмом боковой вход в мэрию, но она тоже оказалась неудачной. Полицейские получили информацию о том, что у одного из активистов есть оружие, его повалили на землю, активисты попытались отбить своего соратника. К месту событий подтянулось подкрапление из батальона спецназначения. В ход пошел слезоточивый газ, дубинки и прочие элементы защиты и нападения. Причем, как с одной, так и с другой стороны. Причем, как с одной, так и с другой стороны. В столкновениях пострадали 36 сотрудников полиции. Все они получили отравление слезоточивым газом. Трое активистов обратились за помощью медикам. При этом любопытно, что никого не задержали ни на месте происшествия, ни после. Почему? Этот вопрос я адресовал начальнику управления превентивной деятельности Ивану Ищенко. И вот, что он ответил в студии репортера. Полиция и Национальная гвардия обеспечили публичный порядок, дабы дальше не было эскалации конфликтов и возникновения более массовых беспорядков. Вообще, по большой части, этой роли особо не играет. Не задерживаются люди сразу, правонарушители, либо потом. Все это есть фото-видеосъемка, фиксируется, открывается уголовное производство. Уже следователь дает квалификацию и правовую оценку каждому. Было либо правонарушение, либо не было. После второй неудачной попытки штурмовать мэрию, активисты отправились на встречу с прокурором области. Тот радикалов выслушал и решил помочь некоторым из них пройти в сессионный зал. Но там уже было пусто. Депутаты решили не играть с судьбой и ушли на бессрочный перерыв. Предлагается сейчас поставить вопрос на голосование и принять решение о продлении перерыва. Время перерыва мы не указываем. Ситуация в городе в связи с недавним пожаром Виктории остается напряженной. Противоречие между рядом общественников и мэром нарастает. Не утешает радикалов даже то, что своих постов после трагедии лишились многие высокопоставленные чиновники. Профильный заместитель мэра, начальник департамента образования, руководителя ГАСКО, УКСО. А на скамье подсудимых директор лагеря и 23-летняя воспитательница, отвечавшая за противопожарную безопасность. Мэрия пообещала материальную помощь причастным к трагедии. Семьи погибших получат по 200 тысяч гривен и компенсацию всех расходов на похороны. Семьям пострадавших выплатят по 100 тысяч, а родителям других детей, которые отдыхали в сгоревшем корпусе, по 20 тысяч гривен. Школы и детские сады города проверят на противопожарную безопасность. При этом начальник областной полиции Дмитрий Головин вчера заявил, что версия об умышленном поджоге деревянного корпуса лагеря «Виктория» уже не рассматривалась. Но тем временем на этой неделе скандальное дело 2 мая сдвинулось с мертвой точки, когда на это уже мало кто надеялся. В Черноморске пятерых фигурантов, обвиняемых в беспорядках на Греческой площади, оправдали. После трехлетнего пребывания в СИЗО Максим Сокоуов, Владислав Романюк и Сергей Корчинский вышли на свободу. А вот Сергея Долженкова и Евгения Мефедова после оглашения оправдательного вердикта снова взяли под стражу. Теперь им вменяет посягательство на территориальную целостность Украины. Судебное заседание и в Черноморске, и позднее в Одессе сопровождалось массовыми беспорядками и столкновениями с полицией снова досталось сотрудникам правопорядка. Наши корреспонденты наблюдали за самым резонансным событием в новейшей истории Украины. По предъявленному иму винователю, в чинении криминального правопорушения передбачено чтение 2 статьи 294 Криминального кодекса Украины, вызнатый невиноватым. В понедельник день тяжелый. Эту народную мудрость на себе испытали жители Черноморска. Именно здесь оглашали вердикт по судебному делу, который уже длится более трех лет и внимание к которому привлечено даже за пределами страны. По традиции под стенами суда собралось под сотню активистов патриотических организаций. На порядок было больше силовиков, которые в случае чего должны были гасить приступы чрезмерной активности радикалов. Оправдательный приговор стал зажженной спичкой, поднесенной к Сеновалу. Вход шел слезоточивый газ, бутылки, палки, камни. В какой-то момент стычки активистов и правоохранителей стали напоминать старинную забаву стенка на стенку. От происходящего, оказалось, обе стороны получали нескрываемое удовольствие. Беспорядки продолжились и в Одессе, где вечером в Киевском районном суде определяли судьбу Сергея Долженкова и Евгения Мефедова. Судебное заседание длилось всю ночь. По его итогам Долженкову и Мефедову определили два месяца содержания в изоляторе. Мой подзащитный фактически был незаконно лишен свободы. Был вынесен приговор Личевским районным судом, оправдательный, согласно которому он был освобожден, признанный в нем, освобожден непосредственно в зале суда. Выйти из зала суда ему не дали. Предъявили подозрение. Ну, допустим, ладно. Подозрение, подозрение предъявили, да и ладно. Однако его незаконно лишили возможности верификациям. Его вывели сюда, запихнули машину и тут же привезли, как я понимаю, непосредственно в Киевский районный суд. Слідство зараз вивчає версию причетності їх до тих дій, які були вчинені в 2014 році. Саме в березні 2014 року це було указаними особами. У зумові з іншими особами було здійснено автопробіг по території Миколаївської області, Одеської області, який був, за даними слідства, направлений на, знову ж таки, підбурювання і на розповсюдження певних гасел, певної інформації на території цих двох областей щодо виокремлення цих територій і створення на їх території незаконних формувань. Говоря о самом судебному делі, експерты отмечають слабу, неквалифіціровану роботу следователей і прокурорів. За три роки следствие не змогло собрать всіх доказательств вини, находящихся в СИЗО людей. К примеру, суд не удовлетворили фото і видеоматериалу. Прокуратура не змогла подтвердити, що там зображені обвиняємі. Мне кажется, що суд все написав в приговорі, і він написав, що следствие проведено із руком плохо, і обвинення навіть не пыталось доказати вину обвиняємих і не предоставило необхідних доказательств. Простите за тавтологію, после такой ремарки судом в приговорі, а ведь суд не просто пишет слова, то есть суд установив факт, по сути. Факт этот говорит о том, що следователі либо профнепригодні, і все следствие ввелось непригодни, профпрофессіонально непригодними людьми, либо була допущена служебна халатність. Значально момент задержання був указан неправильно, не то время фактического задержання, коли їх, по моєму убежденню глубокому, задержали в Афіні. Було указано время, потом составлення, время задержання – це время составлення протокола. Оснований для задержання в соответстві с требованиями УПК України не були указаны, не присутствували защитники при оформлении протокола задержання. Следственні постсуальні действи проводились, и следственні постсуальні проводились следователями, які не були включити в групу следователей, то есть неуполновоченными лицами. Отдельний вопрос, какое будущее ждет отсидівших в ізоляторі Сакауова, Корчинського і Романюка. Кто сегодня ответит перед этими людьми, які більше трех лет просидели в СИЗО? Хто сегодня каким-то образом компенсирує їм потерянні годи, вони були не в санаторії? Хто сегодня морально і физически в тому числе, вони там наверняка теряли здоров'я, яким-то образом буде з ними розбираться? Нет. Сегодня, к сожалению, политика действительно двойних стандартов существует, на мой взгляд, в нашій країні. І ніхто не буде ні извиняться, ні принимати рішення. Впрочем, сторона обвинений не спешит ставить точку в деле фигуранта 2 мая. Сотрудники прокуратуры готовы обжаловать вердикт, вынесенный в Черноморске 18 сентября. Виталий Хемий, Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, Григорьевич, телеканал «Репортер». Ну а тем временем в ста километрах от Одессы вспыхнул настоящий народный бунт. Крестьяне много лет не могут добиться распаевки земель. Сельхозугодия в селе Армашовка Ширяевского района принадлежат колонии строгого режима. Но де-факто там работает частная агрофирма. Власть долгое время никак не реагирует на обращение людей. И сегодня жители Армашовки пошли на крайность, перекрыли трассу Одесса-Киев. Как все было, видел Константин Гречаный. Порядка семи десятков людей блокировали движение на киевской трассе. Это единственный способ, оставшийся в арсенале у людей, чтобы обратить внимание власти на свои проблемы. Жители Армашовки, по-старому Арджоникидзе, много лет не могут добиться распаевки земель, которые находятся на территории села. Проробили все життя. Позбулися ніг, позбулися рук. А тепер на схилі лід вони не мають права навіть мати зернину у хаті і дати її курсі. Людей вже допекло. Скрізь люди отримую паї цей, напай. А наші люди, як нижчі, найнижчі, наверное, люди в Ширяївському районі. Потому що, так, на сьогоднішній день, щоб купити хоч тонну угля, треба заплатити около 7 тисяч. Людина отримала напай там 15-20 тисяч. Вона може дрова заготовити, вона може собі вугілля купити. А в нас дійшли до того, що вже посадки не розрішають сухостой збирати. В 1983 году МВД тогда ще Советського Союза забрало эти земли для обеспечення тюрем Одесской області і обязалась помогати крестьянам. С крушением імперії вся помощь закончилась. Когда пошел процес распоєвки земель бывших колхозів і совхозів, то соседні два села получили землю, а Арджоникидзе, нынешнія Армашовка, нет. Земля до сих пор принадлежит колонії строгого режима, которая соседствует с селом. Позапрошовому року на сельхозземле почали працювати представители некої частної агрофірми, які і собирають урожай. Почалися люди обробляють землю, вони оренду не виробляють, тому що виходить, що не положено, тому що государственні предприємства, вони совмістне производство. Тіпо ми і виробляємо, потім робимо, що ми заробили, хто скільки вложив. Але воно так не виходить. Ті, що обробляють землю, ціки виростили, все прямо з поля фури грузять і увозять. На ток до нас зерно не поступає. Жители Армашовки обращались в разные інстанції – на уровні і района, і області, і даже Міністерства юстиції. Однак внятних ответів на свої питання так і не получили. У нас тут документи по зверненню розпоєвання землі. Ніхто на наші звернення не звертає уваги, і ми вийшли на мирну акцію. Люди требують розпоєвати тисячу гектар сельхозземель для жителей Армашовки, а також решить вопросы екології. Очистні сооруження на території пенитенціарного учреждення не работають. Сточні води текут от колонії по самодельному земляному рву вниз по склону. Естественно, загрізняють окружаючу среду. Жители Армашовки настроены серьезно. Они обещають бессрочную акцію протеста на киевской трассі, если проблемы с екологією і землей не будуть решены в ближайшее время. Константин Гречаный, Григорий Євич, Телеканал Репортер. І традиційно в нашому випускі поговоримо о соціології. Вияснилось, що 8 із 10 українців самым большим своим страхом считають рост цен. Об цьому свидетельствують данные соціологического исследования Национальной академії наук України. Вот цифры на нашому большому студийному экрані. Ітак, 81% населения страны боїться росту цен. Причем речі йде і о продуктах, і об одежде, і о транспорте. Словом, обо всем о том, за що нужно платити. Опасаються безработицы. Тоже немало украинцев. 73% наших сограждан. Невыплата или задержки в выплате зарплаты пенсії займають третью строчку рейтинга с показателем 61%. Рост преступности вселяє страх половини населения, а точнее 51% наших с вами сограждан. І нападение внешнього врага на Україну є страхом для 43% населения. Любопытно, що страх перед ростом цен займає первое місце во всіх, без исключення регіонах України. Правда, чаще этот фактор все ж спомінають жителі юга і востока. Страны 87%, а жителі западу чуть поменьше – 66%. Ісследовання проводяться з 2000 року. Так вот, самые существенные изменения в списке страха украинцев пришлись на 2014-й, революционний год, когда резко вырос страх нападения внешнего врага на Украину. За два года до Майдана и событий в Крыму и на Донбассе этот показатель составлял 7%, а в 2014-м уже все 60%. В рамках исследования у своих респондентов социологи поинтересовались еще одним очень важным моментом. Доверяють ли они президенту и депутатскому корпусу Верховной Рады? Выяснилось, что уровень доверия населения к парламенту составляет всего 5%. В свою очередь нынешнему президенту страны доверяют 12% населения. И еще одно резонансное дело украинского моряка за рубежом на этой неделе сдвинулось с мертвой точки. Семь месяцев одессит Андрей Новичков сидит в иранской тюрьме. Обвиняют мужчину в умышленном убийстве, но по утверждению работников дипломатического корпуса доказательства вины моряка у иранской стороны просто нет. Делом Андрея Новичкова занялся народный депутат Украины Сергей Кивалов о судьбе нашего соотечественника далеко за границей Украины. Далее в сюжете. Вот это мой друг, внук Андрей. Вот эта фотография была сделана, когда они должны были выйти из Китая. В данный момент он сидит там и звонит, и сделал эту фотографию. Мы сняли у него с телефона. Уже почти год Елена Вероновская видит своего внука только на фотографиях. Андрей Новичков, моряк по образованию и призванию, отработавший 15 лет в море, в прошлом году собирался в очередной рейс. Но трагедия в семье заставила мужчину подписать контракт с иранской фирмой на скорую руку. Мама тяжело заболела, скорая помощь ее забрала, у нее мгновенный инсульт, кровоизлопнула артерия сосуда головного мозга. Она была три дня в сознании, потом вошла в кому, и на пятый день у нее произошел обширный инфаркт, и пять дней она была в реанимации и скончалась. 33-летний мужчина ушел в рейс в ноябре 16-го, а в январе на корабле произошла трагедия. За борт выпал один из членов экипажа. Почему-то ответственность за это возложили не на капитана иранца, а на его помощника украинца. Корабль сменил маршрут, вернулся в Иран, и по прибытию Андрея арестовали по обвинению в умышленном убийстве. Он не звонит. Я уже наблюдала за всеми маршрутами самолетов с направления Ирана, не случилась ли какая-то беда. И 25-го в 9-20 утра мне позвонил Андрей и говорит, у меня несчастье, я арестован уже 14 дней. После этого Андрея поместили в камеру на 17 человек. Так он жил следующие 7 месяцев. Дважды моряк объявлял голодовку. Но ни это, ни помощь дорогого адвоката не принесли Андрею Новичкову свободу. После ареста внука 80-летняя женщина обила чиновничьи пороги. Была в МИДе приемной президента и омбудсмена. Ей объяснили – дело политическое и должно решаться на самом высоком уровне. Тогда Елена Николаевна решила прийти на прием граждан и обратиться за помощью к народному депутату Украины Сергею Кивалову. Пообщавшись с парламентарием, у Елены Вероновской появилась надежда на освобождение внука. Сергей Васильевич, ознакомившись с документами, будучи сейчас в Одессе, решил пригласить меня на прием, чтобы я ему изложила. Он пообещал, что он со своей стороны. И я надеюсь, что его мастерство дипломата и юриста даст возможность закончить дело. И так как он говорил мне, что будем встречать вашего внука в аэропорту по возвращению. Я на это надеюсь. С целью спасения украинского моряка Сергей Кивалов лично встретился с чрезвычайным и полномочным послом Исламской республики Иран в Украине Мохаммадом Бехешти Манфаредом. На встрече народный депутат передал официальное письмо иранским властям с просьбой о содействии скорейшего освобождения нашего соотечественника. Одно дело, когда родственники рассказывают, а другое дело, когда ты непосредственно читаешь все документы. И когда я посмотрел все документы, я пришел к выводу, что здесь допущено серьезное нарушение норм международного права. За все, что происходит на судне, персонально несет ответственность капитан судна. И в связи с этим, конечно, я подготовил депутатский запрос в Министерство иностранных дел. У иранской стороны, организовавшей этот процесс, есть свой мотив держать в застенках нашего моряка. Еще год назад в Украине был задержан гражданин Ирана. Там, пытаясь добиться его освобождения, выдвинули требования обмена. Они хотят обменять Андрея Новичкова на иранца. Поэтому и тормозят следствие до тех пор, пока Украина не согласится. Сергей Кивалов обратился к генпрокурору с просьбой детально рассмотреть это скандальное дело. Также для налаживания взаимоотношений и диалога между странами Сергей Кивалов вступил в межпарламентскую группу дружбы Ирана и Украины. Министр иностранных дел должен был трубить во все трубы. Он должен был говорить со всеми. Он должен был заниматься непосредственно этой проблемой. Это проблема, когда незаконно удерживают нашего гражданина Украины в Иране. Это проблема номер один. Для меня, во всяком случае, это проблема номер один. И я приложу максимум усилий для того, чтобы этот вопрос был решен в ближайшее время. Народный депутат на протяжении многих лет серьезно занимается проблемой украинских моряков-подфлажников. Больше года назад на базе юрклиники была создана рабочая группа по оказанию бесплатной юридической помощи морякам, которая также взаимодействует со всеукраинским объединением крюинговых компаний. Ставятся вопросы непосредственно о подписании тех либо иных международных документов. В частности, недавно был поставлен вопрос о подписании протоколов, о взаимопризнании дипломов с рядом стран. Потому что у нас последние пять лет не было подписано ни одного такого протокола. И МИД просто-напросто про этот момент забыл. Хотя это предусмотрена конвенция и циркулярные письма международной морской организации. Я понимаю, что это самая хорошая помощь, потому что он очень разбирается во всех вопросах, и который больше всех может оказать помощь нашим морякам, которые попадают в очень сложные условия. В основном проблемы у украинских моряков за рубежом возникают из-за того, что наша страна не ратифицировала Международную конвенцию о труде в морском судоходстве. Парламентарий ранее выступал с инициативой ратификации данной конвенции. Благодаря вмешательству Сергея Кивалова смогли вернуться домой украинские моряки, находившиеся под арестом в Гвинеи. Еще один похожий случай, когда трое украинских моряков были арестованы в Нигерии. Им грозило длительное тюремное заключение. Моряков также вернули на родину. В деле Женовичкова точка еще не поставлена. Мы следим за его судьбой. Наталья Апара, Анастасия Левкович, Юлия Польнова, Григорий Евич, телеканал «Репортер». И теперь поговорим об одной из самых неоднозначных реформ, принятых недавно Верховной Радой Украины. Школы на юге Одесской области уже готовятся к реформе образования. Правда, местные учителя просят больше времени на переходный период. Наша съемочная группа побывала в болгарских селах Арцинского района, где преподавание в школах ведется на русском языке. Со следующего года учебным заведениям придется кардинально изменить систему своей работы. Ведь помимо изменения языка обучения, нужно будет искать специалиста по предмету естествознания. С учетом постоянного кадрового голода глубинки этот вопрос далеко не праздный. Виталий Хеми увидел, как воспринимают реформу в 150 километрах от Одессы. Синет, кой тобейши, у степчев човек, махна с рака. Прави, как ты знаешь, из нахата на месте свекера си подстелбишь ты, то кэдэ то лежишь и кучто. У школьника Виноградовки проблем с общением на болгарском и украинском почти нет. Язык преподавания в школе русский, но перестроиться на государственный детям будет нетрудно. Ученики Виноградовской школы регулярно привозят награды с олимпиад по украинскому языку и литературе. Наши дети уже в течение многих лет являются победителями не только районных олимпиад, а не призеры областных олимпиад. А в этом году наша ученица заняла второе место в республике в конкурсе, в мовно-литературном конкурсе имени Шевченко. Так что это, по-моему, как раз доказательство того, что украинский язык у нас на должном уровне и преподается, и дети наши говорят на чистом украинском языке. Потому что их, начиная с садика, учат, а в школе украинскому языку уделяется очень большое внимание. А вот педагогам перестроиться будет несколько сложнее. В Виноградовской школе большая часть учителей работает по четверть века. Для преподавателей принятые изменения в парламенте стали большой неожиданностью. Не задумывались, потому что для школ с национальным составом было строго определено русский язык обучения. И вариантов не было. А теперь назрели перемены в обществе, и нам придется перестраиваться. Особенностью школы Виноградовки является то, что предметы здесь преподают на русском языке. Опытные педагоги просят 3-4 года на переходный период, чтобы адаптироваться к украинскому языку. Труднее всего придется преподавателям точных дисциплин, которые в кратчайшие сроки должны будут выучить всю необходимую терминологию. С нового учебного года математику в Виноградовке уже частично преподают на украинском языке. Ввели предмет математики на русском языке в этом году, так, смешанный. Пошел украинский и русский язык. Я бы хотела, чтобы был постепенный переход. Не сразу резко перейти, как на будущий год полностью на украинский перейти. А можно было в течение трех лет переходить плавно. Я болгарка, но на русском языке всю жизнь преподавала. Теперь резко перейти. Один год мне, например, недостаточно так. Особое внимание в Виноградовской школе уделяется языку предков – болгарскому. После внедрения реформы болгарский будет преподаваться в формате факультативного занятия. Школа сама вправе решать, сколько это будет часов в неделю. Сегодня образовательные учреждения в болгарских селах области, учебниками и другой важной литературой обеспечивает специальный фонд при правительстве Болгарии. Благодаря болгарской компании, то, что у нас открылась школа, нас Болгария обеспечила литературой. Они у нас книжечки даже на полочке. То есть мы пополнили свои запасы литературой. И в этом году мы опять будем закупать. То есть мы делаем заказ, а Болгария нам передает учебники. Насколько я знаю, в этом году у нас будет на 4 тысячи лев. В Болгарии образовательную реформу в Украине пока особо активно не комментируют. В Виноградовской школе по этому поводу есть небольшие переживания. В Румынии и Венгрии уже прошлись по изменениям в школьной программе. Вдруг и в Болгарии выразят недовольство и свернут программу поддержки школ. А это уже школа в соседнем селе Хомское. Здесь также проживают преимущественно болгары. В школе также ведут обучение на русском языке. Прошлым летом выпускники Хомской школы провалили внешнее независимое оценивание. Директор Наталья Гостева говорит, что у детей, несмотря на скромные возможности, учреждения было все. Преподаватели шли навстречу, интернет даже доступный был. Увеличение часов украинского языка должно помочь школьникам улучшить показатели успеваемости во время тестирования, считает специалист. Причина разная. Это в первую очередь, конечно, нежелание детей, хотя были обеспечены все возможности для того, чтобы дети могли дополнительно заниматься. В школе есть Wi-Fi-зона, в школе есть интернет-класс, ноутбуки, которые соединены, имеют доступ к интернету. Работал онлайн, свита обеспечил нас, губернатор и район наш обеспечил программой, могли дети заниматься. То есть считаю, что недостаточно требований со стороны родителей. Родители не понимают до сегодняшнего дня, что это только для наших же детей. Проблема перехода на украинский язык для учителей не так актуальна, как появление нового предмета – естествознания. В школе и без того проблема с кадровым составом, а тут еще нужно искать специалисток, которых в Украине пока не готовят. Раиса Стоянова преподает биологию уже 40 лет. Педагог со стажем убеждена, что объединение ее предмета с другими на пользу образованию не пойдет. Из Холмской школы выпускники идут либо в медицину, либо в сельское хозяйство. Как же без биологии обойтись? Биологию смешивать нельзя. Она и так является комплексной наукой. И об этом мы говорим ежедневно на уроках биологии. Не проходит урок, чтобы не связывать ее с историей, с географией, с химией, с астрономией и так далее. Как же ее можно уделять? Но если мы сделаем все эти науки в одну общую, объединим, это будет винегрет. И рассказать о любимом мною предмете биологии я не смогу. Впрочем, учителя и в Виноградовке, и в Холмском готовы к изменениям. Ни один педсовет не обходится без разъяснений особенностей преподавания по-новому. Терять работу даже в селе никто не хочет. И поговорим о проблеме не политической, но влияющей на наше самочувствие ничуть не меньше. На просторах интернета появилась платформа для борьбы с амброзией на сайте, созданном Одесситом. Возможно отмечать ее местоположение и искать единомышленников для борьбы с опасным растением. Амброзия – это растение, которое вызывает у людей аллергию даже при малейшем контакте. У некоторых появляются регулярные симптомы недуга в период цветения амброзии с июля по октябрь. Люди зачастую списывают симптомы на смену сезона. Секреты таинственной амброзии от Вероники Годятской. Амброзия приехала к нам из Северной Америки. Богатая на белки астровая красавица завозилась в наш регион как кормовая культура. Отсюда и название – амброзия – пища богов. Но уж точно никто не рассчитывал, что у большей части населения она вызовет аллергию. Название амброзии этому растению дал Карл Линей. У него вот такие вот интересные соцветия, которые образуют общие соцветия. Это семейство астровы или сложноцветные. В данном случае это печальное совпадение, что те белки, которые вырабатывает это растение, те белки, которые находятся на поверхности его пыльцы, воспринимаются нами как болезнетворные агенты. Как выглядит амброзия, хорошо знают аллергики и в лучшем случае люди со знанием растительного мира. А вот многие из нас не смогут отличить ее от остальных видов бурьяна. Но источник аллергии надо бы знать в лицо. Амброзия растения, которое стремится выжить. Даже только что появившиеся кусты могут давать семена. А если скосить амброзию в период цветения и не убрать ее с земли, то она снова прорастет. Может начать цвести даже вот самое маленькое растение, буквально с несколькими листочками. Этот процесс запрограммирован, связан с длиной светового дня. И растение даже после кошения, находясь в достаточно угнетенном состоянии, способно все равно давать соцветия. Мы подобных ошибок во время нашего мини-субботника не повторяем. Борьба городских служб часто неэффективна как раз из-за того, что скошенную амброзию оставляют на участке. Ее скосили, но она вот себе вот так спокойно лежит. И на следующий сезон все семена взойдут. Вот, вот семена. Тут много ее. Ее скосили, но не убрали. Поэтому очень важно сейчас ее после кошения убрать и утилизировать. Потом на следующий год из каждого из них может вырасти, если мы их не утилизируем, новое растение, которое будет насыщать атмосферу пыльцой. Несмотря на такие непростительные ошибки, активисты отмечают эффективность местных служб. Говорят, раньше аллергена было больше. Но бороться с амброзией нужно всеми способами. Ее по-прежнему много в частном секторе и на поселке Котовского. Наилучшая стратегия, по мнению активистов, это уничтожение культуры в два периода. Первый этап – это доцветение, то есть до начала августа. С амброзией можно бороться и, вырывая ее, при кошении и при обработке препаратами, вы способствуете тому, что будет меньше концентрации пыльцы непосредственно в момент цветения. И второй этап – это уже после цветения, октябрь-ноябрь, когда вы собираете урожай своеобразно, вы косите амброзию и собираете ее и утилизируете. Этим вы способствуете меньшей схожести амброзии на следующий год. Роман борется с амброзией уже пять лет. У него нет аллергии на растения, но им движет желание сделать город чище. Прежде всего, хочу видеть свой город чистым. Чтобы проведение было аллергической реакции, чтобы эластический вид, в конце концов, эстетика, если хотите. Ну и здоровье людей, конечно, не на последнем месте. Представьте, что у вас аллергия на айву. И каждый раз по дороге на учебу или на работу вас заставляют съесть один плод. Так и живут люди с аллергией на амброзию. Либо весь период цветения проводят на лекарствах, либо мучаются по дороге на работу или на учебу. Лично у меня это насморк и зуд в глазах, очень чешутся глаза. Есть и похлеще симптомы. Это задыхание у людей, астма и кожаные ожоги, своеобразные экземы. После кошения амброзию необходимо сжигать, либо закапывать. Вероника Галяцкая, Григорий Евич, телеканал Репортер. И о том, чем мы можем гордиться. В Одессе есть не только достопримечательности с открыток, и места, о которых известно немногим. И от этого менее ценными они не становятся. Одна из таких скрытых жемчужин – это сказочный тоннель. О подземном спуске от санатория Магнолия до пляжа Дельфин знают даже не все одесситы, что уж говорить о туристах, а посмотреть там есть на что. Уже несколько лет тоннель закрыт, но о нем до сих пор помнят те, кто хотя бы раз там побывал. О судьбе подземного сокровища Одессы узнавала Анастасия Левкович. Лифт к морю. Так официально называется спуск от санатория Магнолия к пляжу Дельфин. Но среди одесситов за ним закрепилось более красочное наименование – сказочный тоннель. Надо признать, это прозвище направдывает полностью. Очень быстро этот спуск приобрел статус настоящей туристической достопримечательности. Тоннель построили еще в 70-е, чтобы отдыхающие в санатории могли напрямую спускаться к морю. Дабы плесень и грибок навеки не осели в подземном ходе, его решили облицевать плиткой. Но то ли из-за беспокойства о людях, то ли из желания выделиться, строители выложили весь тоннель мозаикой. Так он попал на туристическую карту Одессы, при этом оставаясь частью санатория. После того, как строй гидравлика фактически была обанкрочена путем рейдерского нападения на данный объект, фактически финансирование сказочного туннеля прекратилось, он был закрыт. И понимая о том, что лифтовое хозяйство требует постоянного ухода, обновления и соблюдения мер безопасности, в том числе прохождения своевременного осмотра, он был закрыт для того, чтобы не представлял угрозы для одесситов. Спелеолог Владислав Масленко – один из последних, кто видел красоты туннеля. Он осенью 2013 года под демонтированной лестницей спускался под землю, сняв теперь уже раритетные кадры. Тогда это была просто рабочая экспедиция, но теперь Владислав понимает – это видео дорогого стоит. Задача была проверить техническое состояние объекта, не повлияет ли постройка домов на поверхности, на состоянии этого объекта и опять же объект на состоянии домов на поверхности. Мы дали заключение, что все в порядке и техническое состояние объекта на тот момент было абсолютно хорошим и можно было дальше пользоваться. Пройдя через давно не работающий турникет, подземщик запечатлел стены, украшенные сказочной тематикой, украинскими орнаментами и цитатами из классиков. Владислав признается – на глубине 30 метров находится настоящий 200-метровый музей, и его нельзя потерять. Этот объект уже показал свою жизнеспособность именно как туристический, очень известный объект. Когда к нам приезжают городные экскурсии, я много раз слышал, когда люди спрашивают, а где это можно посмотреть. Мы видели в интернете, мы читали об этом, мы хотим посмотреть вживую. То есть он и тогда был очень популярным туристическим объектом. Его просто надо заново открыть, но сделать доступным для всех жителей города и для гостей города. После того, как в 2013 году санаторий Магнолия ушел с молотка за долги в 2,5 миллиона гривен, тоннель, как его часть, оказался в руках застройщиков. Сейчас на этом месте планируют возвести 4 21-этажных элитных дома. Пообщавшись с отделом продаж, мы узнали, что строительная фирма о тоннеле помнит. На территории бывшего санатория Магнолия была такая примечательность, как сказочный тоннель. Так вот, мы его сохранили. Одна из вещей нашего комплекса будет то, что лица нашего комплекса будут опускаться к сказочному тоннелю, и вы по прохладе через эти шедевры искусства мозаичного будете выходить к морю. Консультант нас заверил, к 2020 году, когда возведут все секции, откроют и тоннель. Но будут ли туда пускать не только живецов комплекса, неизвестно. Да и почему так долго будут открывать двери в сказочный тоннель, тоже осталось невыясненным. А пока же судьба сказочного тоннеля остается невыясненной. Что из него сделать? Ресторан, лифт к морю или же запустить туристические экскурсии? Вариантов очень много. А пока скрытая красота сказочного тоннеля остается только на старых записях и в памяти одесситов. Анастасия Левкович, Григорий Евич, телеканал «Репортер». У меня на этом все. Оставайтесь с «Репортером». Далее блок международных и украинских новостей. Хороших вам выходных!